Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. А на оплату налога осталось вообще несколько дней. Последний срок – 15 июля. Ожидается, что отчитаться должны примерно 38 тысяч физлиц. Налоговая рекомендует подавать документы бесконтактно. Штраф за непредставление декларации в срок – 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы. Программа Экономика. Очередное предприятие столкнулось с невозможностью выплатить зарплаты. Прокуратура пришла с проверкой на Кировский лесопромышленный комбинат в Апаринском районе. Почти перед двумя сотнями сотрудников образовался долг по зарплате за апрель на сумму более 4 миллионов рублей. Прокурор внес руководителю представление, возбудил дело об административном правонарушении. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена. Напомню, что ранее прокуроры занимались аэропортом Победилово, где в течение двух месяцев подряд всем сотрудникам не выплачивали вовремя деньги. Программа Экономика на 101 ФМ Правительство назначило выплаты донорам плазмы крови, принесшим COVID-19. Эти деньги смогут получить люди, которые сдадут после болезни плазму в Кировском центре крови с 1 мая по 31 декабря. Ее будут переливать пациентам с тяжелой формулой течения болезни. Сумма будет зависеть от количества биоматериала – от 2500 рублей до 5 за одну донацию. Несмотря на то, что желающих сдать плазму среди тех, кто перенес заболевание, достаточно много, отбор проходит единицей, поскольку предъявляются жесткие требования к состоянию здоровья и возрасту. Так, месяц назад сообщалось, что только 5 человек подошли для сдачи. В завершение о валютах доллары на сегодня – 70 рублей 88 копеек, курс евро – 80 рублей 41 копейка. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101-ФМ. Программа «Экономика» на 101-ФМ.